Доброе утро! Кельтский бог изобилия при помощи игры на арфе менял времена года. Еще раз доброе утро! С вами Ладарь Стархова. Арфа – олицетворение всего поэтического и прекрасного, символ неразрывной связи природы и искусства. Недаром Василий Жуковский в одном из своих стихотворений описал, как в звучание арфы преобразуется песня лебедей. Арфа появилась еще на заре человеческой цивилизации. Подобными инструментами владели древнегреческий бог Аполлон, муза-пения и танцы терпсихора, фракийский певец Арфей. В XIX веке считалось, что каждая благовоспитанная девица должна уметь играть на арфе. Сегодня в гостях программы «Наблюдатель» солистка ансамбля старинной музыки Мадригал Анна Тончева. Анна Александровна, доброе утро! И мультиинструменталист Элис Бар. Элис Бар, здравствуйте! А сейчас о наших гостях более подробно. Анна Александровна Тончева, мультиинструменталист, коллекционер и профессиональный исполнитель на старинных струнных инструментах эпохи Средневековья, Ренессанса и раннего барокко. В 2001 году солистка ансамбля старинной музыки Мадригал Московской государственной академической филармонии, участница многих фестивалей в России и за рубежом. Элис Бар, мультиинструменталист, окончил высший музыкальный колледж имени Рубинштейна по классу «Виолончели». Основатель группы «Эн Сеннет» выпустил два сольных альбома, которые были изданы в России и Франции. Лауреат многочисленных музыкальных конкурсов и фестивалей ведет активную концертную деятельность. Напомню телефон нашей редакции 780-56-55, код Москвы 495. Адрес электронной почты наблюдательсобактвдфискалча.ру Присоединяйтесь к нашей беседе. Вы принесли очень много инструментов, в том числе и тех, которые не принадлежат к семейству хордафонов, к которым относится арфа. Но арфа все-таки главная героиня у нас сегодня, поэтому мой вопрос вполне закономерен. Почему вы прежде всего выбрали арфу? Ну, Анна, начнем с вас. Ну, конечно, арфа, она принадлежит к семейству старинных струнных инструментов. Если говорить обо мне лично, то я именно этому семейству старинных струнных инструментов посвятила свою жизнь. И работая в ансамбле «Мадригал», и не только в ансамбле «Мадригал», я играю на этих инструментах. И их коллекционирую всю жизнь. А арфа – один из инструментов старинных струнных. И вот это вот семейство, которое я принесла к вам, это все семейство арфовых. Элизбар, как вы пришли к арфе? Когда вы вообще начали заниматься, учиться играть на этом инструменте? В 30 лет начал заниматься, а до 30 я только мечтал об арфе. Она у меня даже появилась где-то лет 25. Но я-то ходил кругами вокруг нее. И даже несмотря на то, что я закончил музыкальный колледж по велончели, мне было как-то очень сложно. Но я ходил, брал частные уроки, и в конечном итоге в 30 лет я уже очень сел основательно. А почему? Потому что арфа – это самый сказочный инструмент, который я когда-либо брал в свою руку. В чем его сказочность? Тембр вас так настраивает на возвышенный лад? Фантастический. Или форма? Ведь тоже такой формы нет ни одного инструмента. Ну да. То есть для меня арфа является трамплином в какой-то такой совсем другой мир. Интересно. Давайте сейчас начнем со знакомства с инструментами. Вот, Анна, я вижу перед вами три образца. Все это арфы, правильно? Да, это все арфы. Очевидно, принадлежащие к разным историческим периодам. Вы постараетесь объяснить, чем они друг от друга отличаются, так, чтобы было понятно, да, непрофессионалам. И немножечко поиграть на каждом из них, чтобы ясно стало, в чем тембральная разница. Да, конечно. Давайте начнем с самого популярного, известного инструмента. Это вот арфа, которая представляет собой лук. Да. Мы все, когда говорим об арфе, мы вот в нашем сознании возникает вот такая форма. Да. Треугольник и натянутые струны. Угу. И действительно подтверждается версия о том, что арфа произошла от простого лука. Да, арфа произошла от простого лука. И, конечно, даже мы знаем, что если мы будем стрелять из лука, и когда мы потянем за тетевой, и потом ее отпустим, в абсолютной тишине слышен звук. И почему охотник стреляет заранее? Дичь этот звук слышит, этой струны отпущенной, и убегает. А далее вот эти луки, так называемые, к ним стали как-то привязывать в древние времена небольшие предметы, которые бы позволяли резонировать больше этому луку. Потом у первого лука появилось две струны, три и так далее, вплоть до того момента, пока наша арфа не преобразилась в очень сложный инженерный механизм, который сейчас имеет место быть в оркестрах с семью педалями. Это уже просто фантастика, как человек умудряется играть на таком механизме. Я не представляю, это только с детства они учатся. Другое вот то, что мы видим, да, это, конечно же, реконструкция, попытка, попытка реконструкции воссоздать тоже арфу старинную, семейство лиры. Да, вот когда мы говорим, царь Давид играл на старинных инструментах. Вот Аполлон на чем-то таком подобном играл. Да, Аполлон на чем-то похожем, да, правильно. И мы все знаем эту легенду о Гермесе, который поймал черепаху и к корпусу черепахи привязал два рога антилопы, на поперечную палку натянул струны, и вот она родилась, первая лира Гермеса. И Гермес потом подарил ее Аполлону. Можно извлечь несколько звуков, чтобы мы могли услышать, как это звучит? Ну, конечно. У вас металлические струны, а вот тот период, к которому относится этот инструмент, это, кстати, какой период? Да, я вот сразу подчеркнула, что это реконструкция, конечно. Средневековый инструмент? Да, я думаю, даже вообще эпоха шумеров, да. Когда я рассказываю на концертах для детей, вот есть такая возможность у меня ездить по школам благодаря Московской филармонии, я обычно переворачиваю этот инструмент и показываю картинку черепахи, что настоящую черепаху мы убивать не будем. Ну вот, далее, после уже люди просто брали какую-либо коробочку и натягивали струны. Тоже семейство арфовых. А первый инструмент, к какому времени относится, мог бы относиться? То, что мы сейчас видели, а это даже не мог бы, это абсолютно точная реконструкция готической модели арфа. Да, с плоским телом и лукообразным корпусом. А вот этот инструмент в моей коллекции появился совершенно недавно. Сейчас я покажу. Это тоже инструмент семейства арфовых, да, так называемая псалтырь. По свидетельствам, главным образом, которые мы находим в манускриптах исторических, этот инструмент использовался монахами и странствующими министрелями для исполнения всякого рода богослужебных песнопений и для аккомпанемента себе. Вот я сейчас сыграю маленький совершенно четырехтактовый канон из алой книги монастыря... И вы будете смычок использовать. Монсеррат, да, это уже смычковая арфа. Это уже смычковая арфа. Монастыря Монсеррат в Каталонии. Этот небольшой канон посвящен, конечно же, Деве Марии. Можно себе представить, как это волшебно резонирует под сводами церкви, да, храма. Конечно, да. Хорошо. Элис Бар, давайте перейдем к вам. У вас совершенно, ну, другая арфа. Во-первых, и по размерам. И я вижу, что здесь, конечно, гораздо больше струн. Что это за арфа? Она относится к ладовым европейским арфам. В простонародье ее называют кельтская арфа. И так это прижилось достаточно сейчас сильно. И поэтому так называется Celtic Harps. Ну, она действительно имеет отношение к кельтам и к тем древним арфам, на которых играли ирландские барды. Да, то есть, ну, настоящая ирландская арфа называется Clarsach. Она изображена на флаге и гербе Ирландии, и на монетах евро сейчас ирландских. И там больше струн, чуть-чуть. Здесь 36, там до 40. Они более близко расположены. И там бронзовые струны на кельтской настоящей арфе. И там сустейн, техника, говорят, утеряна. И всегда были бронзовые, никогда не были жильные? Были и жильные, конечно. То есть, вообще все начинало с жил, потому что других струн не было. То есть, и тетила на луке, это тоже с витой и жилой. Вот, и сейчас это, как назвал ее Дерек Белл, есть такой музыкант, он назвал ее New Celtic Harp. Ну, вы можете сыграть 4-8 тактов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Действительно волшебное звучание, очень нежное. У меня отродился такой вопрос. Вы так, естественно, смотритесь за арфой, сидя. Но вот в нашем российском представлении арфист это что-то такое странное. Хотя, на самом деле, ведь это не так. Ведь и в древности арфисты были мужчины. И всех тех персонажей легендарных, которые я перечислила, Аполлоны, вы перечислили, Гермес, Орион, там еще можно назвать, ну, Давид, само собой. Все были мужчины. Да, самый известный арфист в мире по-прежнему мужчина. Да, Ксавьи де Местер, да, прекрасно ныне концертирующий везде. Да, и Эндрю Лоренс Кинг. У которого вы учились. Да. Расскажите немного, как вы с ним познакомились. И чему, собственно говоря, может научить, он уже зрелого музыканта. Вы знаете, он вообще меня научил играть на арфе. Именно Эндрю Лоренс Кинг. То есть он был ваш преподаватель, учитель. Да, да, именно Эндрю Лоренс Кинг. Счастливое стечение обстоятельств. В московской филармонии появляется уникальная арфа Допия. То есть арфа Монтеверди. Это арфа такой конструкции, в которой два ряда струн. То есть вот не один, как здесь, а два ряда струн. Который в опере Арфии использовался. Да, который использовался именно в опере Арфии. И появляется как-то так одновременно с этим именно Эндрю Лоренс Кинг, который приглашается для работы в московской филармонии на один год. И в течение этого сезона он дает мне уроки и обучает играть на этой арфе. Допия это потому, что двойная, да? Допия, да, потому что двойная. И именно это и явилось своего рода толчком в развитии моих отношений с этим инструментом. И удивительно то, что Эндрю сам выбрал меня обучать на этом инструменте. В общем, мечтой моей жизни играть на арфе не было никогда. У меня даже как интересна. Ему предложили большое количество московских арфисток профессиональных, что, пожалуйста, выбирай любую из консерваторий. Которые играли на концертных арфах. На классических арфах, да. Что вот если есть такой сложный инструмент, который является единственным пока что в нашей стране, сам маэстро мог обучить кого-либо из профессиональных арфистов. И вы знаете, когда он это услышал, он наотрез отказался. Сказал, ни в коем случае учить не буду. А мой первый инструмент, и естественный, на котором я играла всегда в старинной музыке, это была лютня, это виуэла, это все семейство, так скажем, виольных гитарных инструментов. Но способ звукоизвлечения на лютне или на виуэле, он от гитары отличается. По простой причине. Там сдвоенные струны. И чтобы играть на лютне, необходимо попадать одновременно сразу по двум. Что влечет за собой соответствующую технику игры в правой руке. Так вот, оказалось, что эта же самая техника использовалась арфистами на арфе доппе. Понятно. Мы продолжим этот разговор, я вас еще хочу кое-что уточнить. А сейчас у нас просто на связи Борис Базаров, композитор и мультиинструменталист. Борис Евгеньевич, доброе утро. Доброе утро. Я хотел бы сказать, что очень рад слушать Анну Тончеву и Элис Бара в вашей студии. Потому что это замечательные музыканты. И, конечно, мне очень лестно здесь сейчас что-то комментировать. Нам очень интересно от вас услышать комментарий как раз на тему разновидностей арфовых инструментов. Потому что мы знаем, у вас в коллекции есть гусельная арфа. Расскажите, пожалуйста, что это такое и чем она отличается от гуслей? Просто гуслей. Гусельная арфа – это арфовые крыловидные гусли 13 века, которые были найдены на раскопе древнего Новгорода еще в 50-х годах. А, то есть это наш инструмент? Это наш, наш родной инструмент, да. Но, вы знаете, какая история? Средневековые инструменты в России и в Европе практически были идентичны. Любое изображение на книжной миниатюре, даже барельефы на соборах готических или православных свидетельствуют о том, что примерный инструментарий был как бы идентичен. Что касается арфа, вы знаете, вот я сейчас слушал Анну, и мне пришла в голову такая интересная мысль. Нет, пожалуй, другого музыкального инструмента, на котором бы нельзя было сыграть что-то недоброе. Понимаете, какая история? Вот арфовые инструменты, тем и хороши, тем и прекрасны. Любой звук, любой глистанды, любой интервал будет очень благородно звучать на этом инструменте. Будь то там гусли, будь то восточные какие-то инструменты типа японского кота, будь то барочная арфа или кельтская арфа. Благороднейший инструмент, инструмент королей, инструмент двора. Но даже и в ярмарочной игре у скоморохов это звучало, ну, просто весело, но никак не зло. Большое спасибо, Борис Евгеньевич. У нас на связи был, напомню, композитор, мультиинструменталист Борис Базуров. Анна, теперь хочу уточнить, где сейчас находится вот это вот арфа-доппи, о которой вы говорите. Это инструмент, который официально в государственной коллекции, или как вы можете на нем заниматься, всегда ли его выдают? Ну, скажем так, мне его регулярно выдают. Он принадлежит ансамблю Мадригау Московской государственной филармонии. Элизбар, а ваши инструменты из вашей коллекции, как они к вам пришли? Как вообще можно заполучить вот такие раритеты? И что это? Это копии? Это что-то... Про флейты, спрашивайте. И про все, и про арфу, и про флейты, и про вот эту вещь, которую мы еще не знаем, что на себя представляет и как на ней играть. Моя арфа, у меня вообще шесть арф. То есть они разные, это, можно сказать, парк арф, да? Но они все кельтские? Они, да. Нет, есть одна педальная арфа, то есть кельтская, но педальная. То есть там есть педали, то есть она маленькая, небольшая. А педальная кельтская, как это понять, это что-то модернизированное кельтское? Да, это какой-то такой микс того и другого. То есть вы можете перестраивать? Да, я могу играть и джаз, и все что угодно на этой арфе, потому что там, ну, все тональности почти как на фортепиано. И в зависимости от какого-то внутреннего ощущения я сажусь за ту или иную. Ну, в общем, дома у меня стоит большая. Хорошо, где вы эти инструменты берете, кто их для вас делает? Вот эта арфа американская, я ее купил в Германии, когда я приехал покупать машину и арфу. Я сначала купил маленькую арфу и думал, вот сейчас погиб. И на машину уже не хватил? Нет, 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 уже были деньги на машину, но когда я потом сел за эту арфу, я машину не купил. То есть я купил еще эту арфу и, то есть взвалил их и повез в Будапешт. Ну, кстати, я слышала, что классическая концертная арфа стоит где-то 30 тысяч евро. То есть как машина уровнем ВМВ. Так, понятно. Ну, вот эта в два раза меньше. Ну, она в три раза меньше. Понятно. Так, а вот эти инструменты, которые лежат на столе? Это мне сделал очень удивительный воронежский мастер, такой Дима Букреев. Вот это, это гомельский мастер. Сансула, это немецкая. А что это такое? Вот это? Что это вообще за принцип звукоизвлечения? Оно относится к таким, ну, это тоже в какой-то степени арфа, да. Как называется? Называется сансула. Это калимба, африканский народный инструмент, который впаян в маленький барабанщик. Звучит он так. А, играет большими пальцами. Да. Можно одновременно, например, играть так. Слышно. Сейчас. А вот можно соединить вашу кельтскую арфу и те арфы, которые принесла Анна? Можете что-то вместе сыграть? Да, в принципе, можем. Попробуйте. Интересно, как это разные инструменты одного семейства будут сочетаться? Мы можем, наверное, на... Я вот сейчас двигаю вот эти штуки, которые называются леверсы. То есть вот арфа называется леверс, но именно благодаря вот этим вот рычажкам. Рычажкам, да. Которые повышают на полтона. Вот. Можем мы сыграть что-нибудь? Мы можем только в том случае, если используем еще рояль в кустах. Ага, рояль. Это еще один инструмент, который... Да, это тоже арфа. Все против рояль в кустах мы ничего не имеем. Да? Замечательно. А вот еще здесь такого своего рода Борис Пазаров говорил о гуслях. О том, что это тоже разновидность арфы. И вот сейчас в студии тоже своего рода гусли. Но гусли, на которых играют молоточками. Это европейский инструмент. В каждой стране он назывался по-разному. Например, в Англии назывался дульцимер. В Италии псалтырь. В Германии хакбред. То есть в каждой стране по-своему. Но смысл один – это трапециевидный ящик, на который натянуты струны. Опять-таки разные длины, как на арфе. Да, больше. И опять мы видим эту форму треугольника. Хочу обратить ваше внимание. Такая же, как у арфы. Вот. И играется палочками при помощи удара. Можно и руками выщипывать. Но мне кажется, что сейчас умей с ней поиграть палочками. Тем более, что это даст какую-то другую окраску. Да, да, окрасочку добавим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И что это было? Это была импровизация? Настоящая импровизация, первый раз вместе. Как джазнами? Джазун. В общем-то, в средние века так и играли. А вообще, эта инструментальная музыка в средние века, в эпоху Ренессанса, она как-то фиксировалась письменно? Или это все передавалось по принципу устной традиции? Я думаю, и так, и так. Ну, у нас есть свидетельства в музеях Мадрида, Парижа, манускрипты, которые оставлены, та же алая книга монастыря Монсеррата, которую я упоминала, где есть и запись нотная, и изображение инструментов, на которых играли. И в то же время, конечно же, способ игры, я думаю, это была все-таки народная традиция, которая передавалась друг от друга. Представляете себе, в средние века человек учился играть на инструменте 25 лет. Он жил в 40. Да, а то и меньше. А тогда на чем же базируется репертуар тех музыкантов, которые сейчас владеют и занимаются старинными инструментами? Тут очень... есть ли вопрос ко мне? И к вам, и к вам. Тут очень важна роль самого инструмента в игре. Это очень существенный момент. Когда мы говорим об арфе и говорим об опере арфей, не нужно забывать, что прежде всего это инструмент контину-о. То есть это инструмент сопровождения голоса. Потому что самый главный инструмент на Земле – это наш с вами человеческий голос. Это самый первый инструмент. И арфа всегда являлась прежде всего, как, впрочем, и все другие инструменты, помощниками нашему человеческому голосу. Поэтому, если арфа выступает как инструмент контину-о, инструмент сопровождения, то, конечно же, репертуаром являются все те многочисленные оперы эпохи Ренессанса и барокко, которые мы имеем. Если мы говорим о сольном репертуаре для данного инструмента, то тут уже исключительно выбор самого исполнителя. Элизбар, а вы как у репертуара играете? Это то, что вы сочинили или симпровизировали сами? Или вы тоже ищете в каких-то старинных манускриптах, если такие есть? Ну, я какое-то время играл кельтскую ирландскую песню, ирландские пьесы для арфы Карлана. Они изданы? Да, они изданы. Но в последнее время я играю только свои импровизации и свои ощущения от каких-то событий в моей жизни. Это могут быть даже какие-то портреты музыкальные. То есть, если я делаю арфотерапию, то есть мы с вами поговорим насчет этого, то есть это музыкальный портрет вот какого-то конкретного человека. Ну, то есть примерно так, наверное, и древние кельты поступали, я думаю. В какой-то степени. А сейчас давайте обратимся к нашему интернет-обозревателю Алексею Черепанову. Он нас давно ждет. Алексей, вы провели изыскание. Я знаю, вот что интересного можно прочесть об арфе и знаменитых арфистах в сети? Вообще интересуются этой сферой музыки? Доброе утро, Лада. Ну, есть множество историй. Например, на сайте harps.ru описана история, которая случилась в январе 1787 года. Моцарт был в Праге и зашел в трактир. Начинается как анекдот. Там он услышал, как бродячий музыкант, чешский арфист Хойслер, играл вариации собственного сочинения на мотив оперы Моцарта «Свадьба Фигара». Исполнение настолько понравилось Вольфгангу Амадею, что он написал короткий минуэт как тему для вариации и преподнес бродячему музыканту. Можно вспомнить английского композитора и арфиста Элиаса Переш Альвареса, который жил в начале 19 века. Его называют отцом современной игры на арфе. Дело в том, что Переш Альварес играл уже на новом инструменте так называемой арфе двойного действия с педалями, которые могут изменить звук на тон или на полутон. Композитор Гектор Берлиос пишет об этом выдающемся арфисте. Невозможно представить все то, чего он достиг на своем инструменте, столь ограниченном в некоторых отношениях. Невозможно представить всех эффектов, то изящных, то мощных, оригинальных пассажей и к тому же неслыханной звучности. Возможность, присущая новым арфам, подала ему мысль о таких комбинациях, которые, если увидеть их написанными, покажутся совершенно неисполнимыми. Наши гости играют на других инструментах, более древних и, может быть, более простых, но слушатели восхищаются их игрой ничуть не меньше, чем Берлиос творчеством Переш Альвареса. «Большое спасибо за вашу замечательную музыку», – пишет пользователь МОЭК-70 о выступлении ансамбля старинной музыки «Мудригал». «Как здорово, что на просторах Инета есть такая красота». На персональном сайте Алисбара восхищается пользователь Галка. «Большое спасибо, что вы есть. Я нашла с вашей помощью вдохновение, потерянное много лет назад». Кстати, на сайте Алисбара написано, что арфа еще и лечит. Придуман даже специальный термин – арфотерапия. Арфотерапия. Больные в восторге. Вот что пишет Наталья Магда-Буряк. Арфотерапия – это не то слово. Это просто живительное волшебство, которое пронизывает каждую клеточку тела, принося ощущение свежести, свежести дождя, свежести снега. Струны арфы – это струны души. Спокойствие наступает сразу. Создается ощущение, что звук распространяется вглубь тебя и звучит там. Описывает свои эмоции Алексей Бенедикт Распопов. А вот на этом видео показан сеанс арфотерапии. Пациент прижимается спиной к арфе, как бы соединяется с ней. Видно, что девушка практически уже полностью излечилась, отрешилась от всего сущего и воспарила в эмпирее. Интересно, что по этому поводу говорят врачи? Спасибо, Алексей. Элисбар, это вопрос к вам. Ну, что врачи говорят. Да, они подтверждают эффективность арфотерапии? Ну, вообще, это очень древняя практика. Это еще описано и в Библии той же, когда некий царь Саул, заболев, призвал своих докторов. А доктора ему говорят, что Саул, мы не знаем, как тебя лечить, но мы тебе предлагаем такой вариант, который, кстати, был очень распространен в Древнем Египте. Там считалось, что если врачи не могут помочь больному и отказываются от помощи, то они приглашали арфиста, и арфист, приходя, садился в изголовье этого человека и играл. Человек засыпался этими звуками, просыпался. И это создает такой, знаете, неповторимый эффект погружения в какие-то и очень сильные расслабления. Вот вибрации, да, они как будто покрывают вас каким-то флером расслабленности, успокоения. И человек очень часто излечивался от очень многих всяких заболеваний. Вот это было и в Древней Греции, в неких Асклепиях, такие храмы врачевания, где больной человек приходил, ложился на шкуры, и ему читали глубокую поэзию, и играли на арфах, кефарах и так далее. Ну, в общем, да, вот. Что касается современных врачей, то есть ассоциация в Америке, есть сайт, то есть печатаются книги, врачи становятся арфистами, то есть пишут, есть книга «Good Vibration». Ну, в общем... Ну, давайте сейчас посмотрим фрагменты вашего выступления. Я думаю, что у кого что-то не в порядке со здоровьем, наверняка получат хороший импульс к излечению. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «В прошлом никто иной, как хирург». Интересная деталь. А он делает именно старинные инструменты? Он делает все, любые. И он делает их настолько замечательно, просто гениально. То есть та арфа, на которой я играю, она именно арфа Райнерда Турао. И вот это вот стечение обстоятельств и то, что в жизни так сложилось, я бы никогда, честно признаюсь, не смогла бы купить себе такой инструмент. Илез Барна, ведь арфа, вот в те времена, в которые вы, наверное, чаще всего погружаетесь, в времена древних кельтов, она играла там совершенно особую роль, даже, я бы сказала, социальную роль. Вот вы на эту тему очень много знаете всяких историй. И есть такая история, что если у человека два сына, и этот человек раб, и он может получить свободу только в том случае, если он станет или монахом, или идет обучение к бардам. А бардой современное слово немножко искажено, то есть бард – это человек, который исполняет в современном понимании песни под гитарой, то в случае ирландцев, шрифтландцев, да, бард – это человек, который играет на арфе. То есть он в каком-то смысле особый, да, статус имеет? То есть у бардов действительно была очень серьезная школа, они учились очень много лет, 25 лет, они знали несколько иностранных языков, они могли свободно импровизировать не только на инструменте, а при этом еще рассказывать определенные саги, истории. И есть даже такая пословица в Ирландии – березовая ветвь снимает с ног оковы, да, то есть они носили березовые венки, и если ты поступал в обучение к бардам, то ты становился свободным человеком. А мне сейчас в голову пришел такой вопрос. Вот принято сравнивать звучание скрипки с вибрацией человеческой души, да, тембра виолончели с человеческим голосом. А вот какую метафору можно было бы применить к арфе? Что она? Я вам отвечу даже не метафорой, а как раз вернемся к мифологии. Уже все за нас решили. По-моему, замечательно. Считается, что есть некое три единства. Арфа – тело, струны – нервы, а человек, который играет, божественный дух. Наверное, когда мы говорим об арфе, мы должны подразумевать именно эти понятия прежде всего. Сравнение с человеческим голосом настолько уникально, что подходит в принципе для любого инструмента, который есть по сути своей вибрацией. Только в случае со скрипкой струна крутится, потому что смычок ее закручивает, а в случае с арфовыми инструментами струна… Свободно вибрирует. Поэтому и такой нежный звук небесный. Там она скручивается, как все мы в пуговицу в детстве играли, ниточку крутили, то принцип звука такой же – кручение. А здесь вибрация, гармоники. Мне сообщают, что мы дозвонились до российского фолк-музыканта, мультиинструменталиста Сергея Старостина. Сергей Николаевич, доброе утро. Да, добрый день, скорее. Да, мы сейчас разговариваем в основном об инструментах семейства арфовых, о хардофонах. Скажите, в вашей практике вы какие из них используете? Ну, я использую непосредственно гусли. Это традиционный русский струнный инструмент. А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, принципиальная разница между гуслями и арфами? Какова? Ты конструктивная или тембровая? Ну, принципиально говорить о конструкции арфы и гусли. Ну, не знаю, имеет ли смысл, потому что эти инструменты хорошо известны. А гусли – это звучащий ящик, если проще говоря, да? А арфа – это все-таки открытый, вот такой открытый резонансный механизм, который, ну, отличается, конечно, очень сильно отличается. Просто мы сегодня видели и говорили об этом о таких инструментах, которые внешне даже похожи на гусли больше, но квалифицируются специалистами как арфы. Значит ли это, что четкую границу между какими-то разновидностями гусли и арфы провести нельзя? Да нет, это ничего не значит. Это только значит одно, что между людьми, которые занимаются исследованием, или вообще, которые пишут об этих инструментах, нет договоренности, какой инструмент каким образом назвать. И с подобной, скажем, путаницей я сталкиваюсь постоянно, и не только на струнных инструментах, а и на духовых точно так же. Потому что, когда один инструмент называют рожком, второй инструмент называют рожком, третий инструмент называют рожком, а между ними принципиальная разница, это вообще разные типы инструментов. Здесь возникает некая... Терминологическая путаница, скажем так. Большое спасибо, Сергей Николаевич. Я напомню, что у нас на связи был российский фолк-музыкант, мультиинструменталист Сергей Старостин. Вот мы закономерно перешли к инструментам, которые не являются хордофонами, а инструментам, которые, тем не менее, очень хорошо сочетаются с арфой и ею подобными звучащими телами. Вот у вас на столе лежат духовые, это флейты, как вы сказали. Да, это флейта. Можете прогнозировать, как они звучат? Флейта называется флейта любви, и связана она с такой вот историей, что у индейцев, откуда, собственно, эта арфа и ее конструкция, существовал такой обычай, что девушка, когда ей надлежало выходить замуж, она выбирала себя мужа не потому, насколько он богат, знатен и ловок, силен, а потому, насколько тронет он ее сердце игрой на флейте. И она садилась в типе индейское жилище и слушала какие-то с разных сторон доносящиеся звуки флейты. Если она выходила и говорила, я услышала твою флейту, это означало, да, я выхожу за тебя замуж. Как все было поэтично, да, в древние времена. Сейчас такого нет. А я бы хотел тоже сделать такую импровизацию. Соль минор? Да, соль минор. А вы не против или с бар, если в этот раз я на другом инструменте вам попытаюсь сакомпанировать? Все-таки можно, все-таки тут. Давайте попробуем два варианта. Два варианта, потому что не будет слышно его. Как? Что вы, у меня же микрофон. А он строит? Покажите. Он не строит. Почему соль минор? Ну, я слышу, не строит. Не смогу играть. Сыграйте. Замечательно все стоит. Сыграйте. 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 Все время, во все времена использовались в ансамбле. Ведь на самом деле они принадлежатся совершенно разным культурам. Вот это интересный момент. Есть у вас какой-то духовой инструмент европейского происхождения? Ну да, вот, пожалуйста. Плита. Раз. Вот. Это поздняя какая-то плита, да? Да, вот это вистол ирландский. Вот. Сыграйте, пожалуйста. Очень красивый инструмент. Обожаю. Свистулька буквально, да? А вы не можете в той же тональности сыграть? Да, соль минор. Да, давайте я вам тогда вот для этого инструмента сакомпонирую. Только с мибикаром, если можно. С мибикаром, хорошо. Слушаюсь. Я могу по заявкам. Сибемоль-сибикар. Давайте. Наоборот, мибикар. Сибемоль-мибикар. Сибемоль-мибикар. Хорошо. Давайте. Сибемоль-мибикар. Сибемоль-мибикар. Здорово. Оказывается, длинные инструменты, они инструменты универсальны. Я сейчас предлагаю посмотреть еще один вариант того, как могут сочетаться инструменты разные. Это будет программ выступления ансамбля «Мадригал». Сибемоль-мибикар. 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 Анна, здесь вы играете на какой-то уже другой арфе. Что это за? Вот это именно та, о которой я рассказывала. Дупе. Ага, понятно. Элиз Бар, вот существует такое мнение, что арфа пришла в Европу с Востока. Она была известна еще в Древнем Египте. Вот прослеживается ли эта линия, как-то подтверждено это исторически, что действительно этот инструмент не европейского происхождения? И что с ним произошло в Европе? Ну, европейские люди вообще мастеровые, они тут же стали его углублять тембрально и так далее. То есть появились какие-то определенные техники очень интересные и так далее. То есть да, существует такая версия, что вот с Европы. Хотя, знаете, арфа, говорят, что она появилась повсеместно. И вообще, по некоторым легендам, Бог даровал человеку арфу для того, чтобы соединить, вот как вы вначале сказали, небо и землю. Ну, вот такие вот истории. Я не знаю, что актуальнее. Для меня вот этот последний вариант, он гораздо ближе. Анна, а вы что скажете? Вот, например, не совсем понятно, на чем же все-таки Аполлон-то играл? Он играл на лире, на кефаре или на арфе? Это как-то можно наверняка сказать или, по крайней мере, дать какой-то адекватный ответ на этот вопрос? Я могу вам сказать мое личное мнение, да, что давайте мы все условимся, что есть некое семейство хардафонов, которым принадлежат лиры, арфы, кефары, различного вида гусли. А вот насколько вот эти вот все тонкости музыковические, давайте мы их оставим специалистам, потому что общее представление о том, что такое арфа, у нас у каждого уже есть. Ну, когда мы видим изображение Аполлона, да, у него в руках вот это вот из легенды, из черепашьего корпуса с рогами антилопы. Ну, наверное, это все-таки лира. Ну, а почему бы и не арфа? Ну, может быть, если мы ее перевернем, она в арфу превратится внешне. Ведь важный это смысл. Да. Ну, то есть, я так поняла из ваших слов, что совсем не обязательно, что эти инструменты, ну, представляли собой, каждый из этих инструментов, некое звено прогресса, да? Конечно. Сначала было попроще, потом стало посложнее. То есть, вполне возможно, что они сосуществовали в разных регионах, да, и не обязательно здесь какое-то усовершенствование имело. Вы правы, но звено прогресса тоже имело место быть, потому что вот этот фантастический механизм, который мы упомянули, да, в виде современной арфы. Да, это же просто инженерное чудо какое-то. Я до сих пор не представляю, что там внутри. Как он, да, как там вот это все переключается и так. А я вот не представляю, как транспортирует арфу. Ведь даже такая арфа, как ваша, она представляет некую сложность в этом смысле. А сколько она весит? Ну, где-то 16 килограмм. Это надо быть спортивным человеком. Ну, у меня есть такая тележка. И вы берете ее с собой в самолет? Смотрите, как она реагирует на любые колебания температуры и влажности. Самолет, да, беру. Во внимку? Нет, обычно организаторы, которые приглашают на фестиваль, они покупают еще одно место. То есть, это самолет. А если это поезд, ну, иногда так получается. Если мы там вдвоем, там группа едем, то, то есть поперек, на верхних двух полках, да, поперек, но чуть-чуть. Так вот. Или отдельное тоже место в поезде. А вы, Анна, как на гастролях действуете? Знаете, вот по поводу веса инструмента. Ведь это очень интересно. Вот мы упомянули это инженерное чудо, современная арфа. Ее вес около 40 килограммов. А вы представляете, что вот арфа эпохи Монте-Верди, при том, что она вбирает в себя весь тот же звукоряд, но, может быть, четочечек поменьше, она весит 6 килограммов. Ну, у нее, наверное... 6,5. И что, никаких... И никаких, там ничем нет? Там весят только вот эти вот железные калки, по всей видимости. Она очень легкая на подъем. Да, но возможности, неужели они такие же, как у большой арфы? Практически да. Да, потому что вот этот двойной ряд струн, он представляет из себя беленькие и черненькие клавиши, как на рояле. Просто для того, чтобы нажать на черненькую клавишу, нужно залезть пальцем, извините, показываю точно, между двух струн и выцепить ее оттуда. Там черненькие, а тут с этой стороны беленькие. И вот так вот два ряда струн. По-моему, гениально. А следующий был шаг, знаете, да, появилась арфа с тремя рядами струн. Она уже называлась трипла. Уже три ряда. И весила она, конечно, побольше. Ну, на ней, наверное, возникали какие-то сложности при игре, вернее, на ней. Ведь надо было заглушать струны, иначе... Ну, заглушаются они везде, а трипла... А как же средний ряд заглушали? Так вот вся проблема. Почему появилось три ряда? Именно потому что диапазон звучания в правой руке, он ограничивался в какой-то области, а дальше начиналось звучание, диапазон в левой руке. А в такой арфе, как трипла, это уже полный диапазон для обеих струн. Ну, как заглушаются они, просто прикоснутся, и она перестанет звучать. Интересно. Я так сегодня вас слушаю и думаю, что, наверное, не над одним музыкальным инструментом человечество так долго не трудилось, да, как над арфой. Потому что, ну, скрипку-скрипку придумали, да, и вот до сих пор она остается, ну, практически неизменной. А вот этот механизм кельтской арфы. Еще был один способ такой похожий. Это когда были просто небольшие железные колочки, к которым музыкант, арфист, как кладу, мне Эндрю рассказывал, как к кладу прижимал струну, да, большим пальцем во время игры, с тем, чтобы ее повысить или понизить. Вообще даже элемент какого-то грифа внутри арфы имел место быть. Для меня это вообще было просто необычно. У нас осталось уже совсем мало времени, но мне хотелось бы, чтобы напоследок вы еще что-нибудь сыграли, симпровизировали. Попробуем. Да, тогда я сыграю вот на вот этом инструменте, называется Сан Сула. Ну, а я на Дульцемере сыграю. Ты опять, я думаю, что это первое вообще соединение двух этих инструментов. Исторический момент. Да, исторический момент. Африканская Сан Сула и европейский Дульцемер. Кстати, музыкальная шкатулка происходит вот от этого инструмента. Да помните? Сколько сегодня открытий. Да. Сан Сула и европейский Дульцемер. Сан Сула и европейский Дульцемер. Спасибо. И вот здесь мне вспомнилась одна легенда красивая, которую я хочу привести в заключение. Древнегреческий поэт Орион обижал победу в состязании арфистов и был награжден драгоценным призом. Но морские разбойники решили убить музыканта, а его награду забрать себе. Тогда певец попросил позволить ему сыграть что-нибудь напоследок. И его пение под звуки арфа было таким прекрасным, что разбойники заслушались. Закончив песню, Орион бросился в море. Но очарованные музыкой дельфины не дали ему утонуть. Они посадили певца себе на спины и доставили на берег. Сегодня в гостях программы «Наблюдатель» были солистка ансамбля старинной музыки «Мадригал» Анна Тончева. Анна, большое вам спасибо. И мультиинструменталист Элизбар. Элизбар, огромная вам благодарность и за рассказ, и за музыку. Программу провела Лада Аристархова. Желаю вам хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова